Как приятно быть Богом и наблюдать с Олимпой за обычными людьми. Артемида, ты приготовила пир? Я говорю, мастер. Репарита тубида. Энокварте. Пирманита. Конекварте тенаквида. Эй, Артемида и Гермес, мы живем в современном мире. Хватит разговаривать на древнем языке. 21 век мы говорим. Ладно. Извини, Зевс. Пойдем поразвлекаемся над людьми. Что ты сказал? Я говорю, что мы пойдем просто пировать. Иди. Спасибо, отец. Спасибо, Зевс. Ты же понимаешь, что если Зевс об этом узнает, то нам кранты. Ой, он не узнает. Он же уже старый. Ну, мы совсем чуть-чуть, да? Совсем немного. Вот эти земляне живут на своей крохотной планетке. И даже не понимают, что я могу сделать с ней все, что захочу. Привет, да. Да я гуляю. Тут поезд. Такая крутая погода. Слушай, что сегодня будем делать? Сегодня такой жаркий денек. Давай-ка добавим немного холода. Ой, подожди. Холодно? В смысле? Только что же было тепло. Сейчас я перезвоню. Я домой. Пока. Давай, теперь сделай что-нибудь ты. Что бы такое сделать? Отличный денек, чтобы покопать. Хочу засуху. Сразу после холода. Они такие смешные, когда бегают, ищут воду. Просто умора. Не понял. Что за фигня? Только что ж сыро было. Мне это начинать нравится. Это так весело, так забавно. Давай. Что бы, что бы еще. То холод, то жара. Что за день-то сегодня такой, а? Слушай, а давай сделаем ливень. Точно. Мега сильный ливень. Мега сильный ливень. Вместе. Ой, и дождь еще. Ливень. Смотри, смотри. Они вообще не понимают, что происходит. Вы что, опять балуетесь и издеваетесь от любви? Нет, отец, ты чего? Зевт, ты не так все понял. Мы просто немножечко развлекаемся. Вы боги. Ваша задача помогать людям, отвечать за них. А вы только играетесь и берутесь целыми днями. Честно говоря, меня это уже все достало. Зевт, это был последний раз, такого больше не повторится. Никогда. Никогда. Вы правы, это был ваш последний день на олимпе. Вы отправитесь на землю, чтобы понять, каково жить обычным людям. Что? Нет. Только не земля. Я заберу вашу силу и вы будете жить на земле, пока не найдете мне ящик Пандоры. Подожди. Он что, не прикалывался? Да нет, это шутка его какая-то. Я не понял, это что, реально земля? А ну-ка. Слуга. Слуга. Слуга, быстро подошел. Подать мне винограду. Бог говорит. И что нам теперь ящик Пандоры на земле искать? Да, походу он не прикалывался. Ты что делаешь? Я первый раз на земле. Мало ли опасно. А чего тебе бояться? Люди, это же наша собственность. Ааа. Точно, точно. Они же нас все любят. Как их там? Слуги. Нет, нет, лакеи. Не лакеи. Люди. Лю-у-у-у-у-ди. Ваши боги прибыли на землю с визитом. Подать им почестей. Я говорю, боги пришли. Кто? О, смертный. Тебе довелось первому увидеть нас. Подойди ко мне. Воззри наш божественный лик. Что? Совсем что ли? С дубы рухнули. Вы что на весь двор орете? Растерялся. Понимаю, не каждый день видишь своих богов. Иди поцелуй божественную ладонь. И так уж и быть, наказание для тебя будет не жестоким. Здорово. Ооо. Ты что делаешь? Здравствуйте, Магмод Зев. Ты как посмел это сделать? Да накажет тебя Кара. Он что у тебя, пришибленный? Зевс лишил нас магии. Возьми свой кулак и ударим себя. Ааа. Так у тебя двое пришибленных от Зевса. Которых он силами лишил и на землю отправил. А тебе откуда знать, презренный? Ман-мазель. Представлюсь еще раз. Бог Ерио. Весны и солнце. А также сводострастия и любви. Мы не общаемся с второсортными богами. Ооо, вы пендрежники приперлись. Со мной Зевс на равных разговаривают. А вы его шестерки. Я вообще-то Гермес, бог торговли и хитрости. А я вообще-то Артемида, богиня охоты и всего живого на земле. Ха-ха, понятно. Торгаш и садовница. Я вообще-то сын Зевса. Подойди, дам тебе божественного леща. Не, я больше щуку люблю. Да как ты смеешь? Быть дуэли. Я вызываю тебя на божественную схватку. У тебя вообще-то нет силы. А он, посмотри, какой амбал. Ахахаха. Мордовой. Это я завсегда. Ладно, так и быть. Остановись, я дарую тебе пощаду. Я пощадил тебя уже. Гермес. Артемида, сними его с меня. И сюда. Сними. Подождите, подождите. Мы, кажется, не с того начали. У нас же к вам есть одно дело. Да знаю я про вас. Ящик Пандови. Все. Проверил я твои силы. Слабоват ты еще. Рано тебе в схватку с богом. Да. Мелковат для бога. У нас кролики и то сильнее, чем ты. Видела, как я им навалял? Ага. Есть силы. Так что насчет ящика-то? А что насчет его? Как это что? Принеси нам этот ящик и поторопись. Будь быстрее нормандского ветра. Давай. Эх, все вы на олимпе своем. На одно личико боги. Такие предвзятые, высокомерные. Один зевс мужик нормальный. Хоть что-то своими руками может делать. Молнии крутые кидают. А вы что, виноградцевый день едите? И над людьми прикалываетесь. Не буду вам помогать. Ладно, ничего. Мы и сами справимся. Да как мы сами справимся? Мы на земле первый раз. Нам нужна его помощь. Не забывай, мы боги. Придется немножечко спуститься с небес на землю. Пойдем. Ладно, я заставлю его нам помочь. Что застыли? Бес черный, пошел, пошел отсюда. Нет, нет, котик, не пугайся. Вы чего, с бесом водитесь? Нет, это мой божественный котик. Он с нами на олимпе живет. Вы чего? Совсем там с дубу рухнули все? Он же беды приносит. Черный кот. Тьфу ты. Не оскорбляй божественное создание. Он приносит мне удачу. А чем было? На олимпе кормите? Мышами что ли? Нет, ты что. Мой котик достоин только самого лучшего. И люди специально разработали для него корм премиум класса Сириус. Да, там высокое содержание мяса. Да, да, для самых настоящих хищников. То есть для нашего божественного котика. И что, вы его сами кормите? Нет, у нас есть специально обученные люди. Лайкуша, солнышко, иди ко мне. Тут такой корм, ты станешь самым сильным, самым красивым, самым здоровым котиком. Тут тебе и овощи, и ягодки, и мясо. Кс-кс-кс. Лайкуша. Приятного аппетита, Лайкуша. Это же твой самый любимый корм. Ну вот, божественный котик накормлен. Я выполнила свое предназначение. Странные вы, конечно, любите черных котов, кормите их. Ладно, хватит трепаться. Показывай, где ящик Пандоры. Ага, еще что. Не буду я вам помогать, я же сказал. У меня вообще сегодня единственный выходной за год. Праздник весны. Ладно, если мы примем участие в твоем празднике, ты принесешь нам ящик? Ну, не знаю. Смотри, как развлекаться будете. Ладно, поразвлекаемся с тобой. Вызывай танцоров, виноград и все явства, которые у вас здесь есть. Да не жалей, смотри. Хе-хе-хе, здесь сук нет. Сам себя каждый обслуживает. Ха-ха-ха. Юморной. Когда силы вернутся, прикажи казнить его. Ладно, давайте костер разводить, прыгать будем. Мы что, тебе шуты придворные? Начинай, мы посмотрим. Какой-то слабый амфитеатр. Не хватает артистов. Не хватает еще минотавров. Ну, тогда это, сами свой ящик Пандоры ищите. Ладно, но через костер мы не будем прыгать. Гермес, иди прыгни через костер. Нам нужен этот ящик, чтобы вернуться на Олимп. Ладно. А я посмотрю. Хе-хе, костер гореть должен. Ты что? Сейчас все будет. Ты что? Спички что тебе? Бесконечные? Зевс запретил играть с огнем. Один раз чуть пантеон не сожгли. А, ну так бы сразу и сказал, папка запретил. А ты, я в ох не буду. Эх ты, выпендрежник. Ну, неужели кроме этого никаких развлечений больше нет? Как вас там, Ярила? Ну, не знаю даже. Ну, танцы мы любим. С этого и нужно было начинать. Тащи арфу. Я самый лучший танцор. Да-да-да. Арфа. Это чудесно. Я люблю танцы. Когда она играет, такое ощущение, что тысячи ангелов обожествляют нашу руку. Арфа? Ты что, не знаешь, что ли? Божественный инструмент. Со струнами. А-а-а! Со струнами. Ща-ща-ща. Неужели здесь есть арфа? А-а-а! Это что такое? Гусли. Мюсли? Гусли. Кто? Ну, наш народный инструмент. Гусли. Остановись, побереги наши уши. Мы не будем под это танцевать. Ха-ха-ха-ха. Секундочку. Подкручу. Пойдем на смотровую. Ха-ха-ха. Что? Что это такое? Что ты делаешь? А ну, быстро остановись. Я сказал, стой! Что происходит? Я не могу контролировать свое тело. Хе-хе. Это заколдованные гусли. Танцуют все. Ну, я не хочу. Так, ноги о рука быстро остановились. Ноги! Если не остановитесь, я вас казню! Стоп! Музыка! Тебе это с рук не сойдет! Зевс узнает и разозлится! Да ну! Ну кто так танцует? Как только к нам вернется божественная сила, мы запретим эти гусли! Каждый, кто хоть раз достанет эти гусли, будет казнен! Казнен, 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 казнен! У вас других слов нет в запасе? Да ты! Ты будешь казнен! Книжки бы почитал! Слышь ты, деревенщина! Да я за свою жизнь столько книг перечитал, что тебе и не снилось! Быстро принес нам ящик Пандоры! Ну, раз умный такой, сам найдешь свой ящик! Вернись! Бог приказывает! Я кому сказал? Зря ты его так! Без его помощи ящик нам не найти! Артемида, хватит такое говорить! Мы боги! Сколько героических подвигов мы совершили на Олимпе! Адыгейского льва кто победил? Ммм, Геракл! А Астраханскую рысь кто завалил? Арес! Вообще-то Астраханскую рысь поворол я! Просто он в конце пришел и забрал все мои подвиги! Ты бог торговли! Без этого дурака с гуслими нам не справиться! И что ты предлагаешь? Плясать под его гусли? Без этого нам на Олимп не вернуться! Так может, вообще ты что-то сделаешь? Очаруй его! И он нам сразу поможет! Я вообще-то богиня охоты, а не любви! Че мне ему? Кабана подарить убитого? А хоть бы и кабана! Сделай хоть что-нибудь! Я не ел виноград уже несколько часов! Да бесишь ты меня за своим виноградом! Надо подумать! Как-нибудь с ним подружиться! Артемида! Хватит вести себя так! Мы боги! Держи самку! Да, ты прав! Я придумал, как с ним договориться! Ну да, не зря ты бог торговли! Пойдем! Эй ты! Давай договоримся! Ох-ох-ох-ох! Это кто к нам пришел? Это же моя Олимпа, да? Почему у тебя такой странный голос? Неужели сработала моя ткань? Какая ткань? Моя божественная ткань! Она накладывает эффект плохого голоса! Нет, ничего не работает! Вот вы глупые! Я просто так голосом сделал! Так, все, давай договариваться! Ты нам ящик Пандоры! А мы? Мы пощадим тебя! Да слушайте! Это уже не серьезно! Ну, казнь здесь ваша не работает! Вы здесь никто, я здесь кто! Пусть у меня и нет силы, но зато у меня есть мои мысли! Если ты не отдашь нам ящик, то мы останемся здесь навсегда! Оставайтесь сколько угодно! Вам же хуже! Ну, хочешь мы за ящик Пандоры можем отдать вот браслет и гермеса? Чего? Давай лучше отдадим твою корону! А нет, корону я точно не отдам! В общем, вам нечего предложить мне! Валите отсюда! Мы не уйдем! Мы останемся здесь и будем тебя раздражать! Если что, мы живем вечно! Сидите на здоровье! Мне вообще все равно! Чего вы делаете? Успокойтесь! Хватит! Остановитесь! Вам что, заняться нечем? Это не смешно! Эту пытку не выдерживал ни один бог! Наше личное изобретение! Ладно! Я принесу вам ящик и вы свалите! Обещаете? Обещаем! Какой же гениальный план я придумал! Божественно гениальный, я бы сказал! Ты придумал! Да у тебя не было никакого плана! Ты хотел опять его казнью запугать! Это я все придумала! Ты хотела обменять мои браслеты! Тоже мне гениальный план! Ну я хотя бы что-то новое предложила! Ладно! Главное, что этот дурак повелся! И принесет нам ящик Пандоры! И мы снова отправимся на Олимп! Ящик! 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 Мы так ели с этим ящиком! Что это за мусор? Вот я отдам им этот ящик! Скажу, чтобы сваливали! Нет, этот большой! Может быть, этот? Что тут? Это мои вещи после зимовки! Мусор! 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 О! Можешь сказать им, что это мяч Пандоры! Они же настолько высокомерные и глупые, что их в это поверят! А что я ее выкинул? Красивая! Ладно! Отдай вам эту фигню! Скажу, что ящик Пандоры! Самое главное, чтобы он его не открыл! Почему нельзя открывать ящик Пандоры? Да потому что, если его открыть, то весь мир сразу же поработит хаос! Ребят! Вот ваш ящик! Что смотрите на меня? У кого? Валите на Олимп! Ты как посмел его открыть? Да не было там ничего! Я ничего не брал! Он просто дымится начал! И я его открыл! Кусок оленины! Ты понимаешь, что ты натворил? Да ладно, ничего страшного может произойти! Ты только что обрек всю землю на разрушение! Ой, да вам-то какое дело! Вам же плевать на землю людей! Мы вообще-то каждый день присматриваем за вами! Мог бы быть и благодарней! Полубог! Да вам вообще нет дела до обычных людей! Вы целыми днями просто прикалываетесь и едите свой виноград на Олимпе! И поэтому ты решил нам так отомстить, да? Чтобы мы никогда не вернулись на Олимп! Пойдем быстрее! Нужно решить, что делать с ящиком! Ой, вот балбесы! Я им обычный ящик! А не ящик Пандоры, ящик Пандоры! Ну ладно, я думаю, пока не будем им рассказывать! Пусть помочиваются! Так, и что мы будем делать? Не знаю, были бы силы, я бы наколдовал что-нибудь! Может быть, мы попробуем как-то ее уничтожить там? Или отправить в мир Аида! Или утопить в Марианской впадине, в конце концов! Ооо, вижу, места на себе не находите, да? Отвали! Да ладно, что вы? Мне просто интересно, что с вами зец сделать, когда узнает, что вы открыли ящик Пандоры и разрушили землю? Вообще-то ты его открыл! Да, и нас в это втянул! Как ты там говорил? Я полугол! С меня взятки гладки! К тому же это вас отправили за ним? За ящиком! Ну, может быть, можно что-то сделать, чтобы Зевс не заметил? Ну да, всего лишь исчезнет одна гигантская планета! И бог этого не заметит! Да, Гермес, он прав! Зевс нам этого не простит! У меня есть вариант! Ну? Скажем, что это ты сделала! Чего? Ну, а смысл нам огревать двоим? Ты хочешь меня подставить перед Зевсом? Конечно, он же Таргат! Да тихо ты! Просто пойми, я отправлюсь на Алим! Ты пока что останешься здесь! Здесь же не так плохо! А я договорюсь, и тебя тоже потом обязательно вернут! Да чего ты меня обманываешь? Я тебя знаю! Ты целыми днями будешь сидеть и свой виноград есть! Если и кому отправляться на Алимп, то мне! Обойдешься, ясно? Я отправлюсь на Алимп! Да вот еще кто тебе позволит! Вот они наши боги! Да люди лучше общаются друг с другом! У вас же от людей только облик! Вы посмотрите на себя! Вы же мелочный! Бездушный! Хладнокровный! Только о себе и думайте! Вы землю погубили! А думайте лишь о своих шкурах! Он прав! Мы думали только о себе! Здесь все сделал правильно, что и знал нас с Алимпа! О! Опомнился! Я искуплю свою вину! Я знаю, что делать! Я открою ящик, направлю туда свою силу и отдам в свою жизнь во имя спасения земли! Ага! Я не позволю тебе этого сделать! Не жалей меня! Это ни к чему! Я уже принял решение! Да я и не жалею тебя! Я просто не хочу, чтобы вся слава досталась тебе! Какая слава? Я отдаю свою жизнь! Кому ты рассказываешь? Ты думаешь, я не знаю, скрижали воскрешение? О чем-то? Я не понимаю тебя! Да ладно! Ты думаешь, я не знаю, что если ты пожертвуешь своей жизнью якобы ради земли, Аид тебя воскресит, от тебя будут слагать легенды и у тебя будет вечная слава! Ты тоже об этом знаешь, да? Да! Вот это да! Кто проболтался? Посейдон, да? Я знаю, что эта морская рыбка любительница дельфинов обожает сплетни! Это не важно! Я пожертвую собой! Нет! Жертвовать собой буду я! Нет, я! Да поднимите за меня кубки! Нет, я буду жертвовать собой! Просто! Да нет! Ребята, а что вы ссоритесь? Почему бы вам вместе не пожертвовать собой? Точно! Устрой пир в честь нас на земле! Обязательно, обязательно! Ну что, давай вместе! Да, сказать-то легко! Эй, ну вы что? Отдавать жизнь собираетесь за людей? Да не подгоняй нас! У нас это не так просто! Я не могу, я боюсь! Я тоже! Ну вы и боги! Да вы не боги! Вы трусы! А ты думаешь, это легко? На, попробуй, сделай это сам! Ты же тоже здесь типа бог! А, вот-вот! А на нас гнал! Наговорили вон пафосных речек! А действий ноль, зеро! Так вас все запомнят, как трусов! Не бывать этому! Да вот и нет! Раз! Два! Два! Три! Ревиз! Ах! Я чувствую, как иссыхаю! Ой, прихватила, прихватила, прихватила! Моя божественная энергия уходит! Нет! О, боже, нет! Али, запомни меня таким! Че, все? Умерли? Театр закончен? Аплодисменты! Не поняла? Мы уже в царстве мертвых? Нет, вы балбесы, но смелые! Молодцы! Не ожидал от вас такого! Подожди, что ты имеешь в виду? Почему мы живы? Потому что это не ящик Пандоры! Это какой-то хлам старый! Я его на мусорке нашел! Ты нас обманул? Из-за тебя мы выглядели глупо! Не, ну почему глупо? Вы выглядели хорошо! Зевс вам устроил проверку, вы ее прошли! В смысле, ящика Пандоры не существует, что ли? Вы вообще ящик Пандоры когда-нибудь видели? Он вот такого размера! Он у Зевса охраняется надежно! И что дальше? Ну, вы вернетесь на Алим! Правда? Не врешь? Ну, правда! Ну, правда он еще сказал, что вы можете здесь остаться со мной! И с людьми! Если хотите! А на Алим подскажешь, как пройти? Эх, ладно! Валите отсюда! Ну, наконец-то! Алим, встречай нас! Вы что, дверь там? Зачем ты щелкнул пальцем? Я думал, ты радужный мост открываешь! Валите отсюда уже! Боги! Всего доброго, товарищ бог! Артемидушка, если что, я в пятницу свободен! Можем сходить куда-нибудь! Прошу прощения, в пятницу у меня совещание! Как скажете! Всего доброго! Свободен в пятницу! Ты это, если помахаться еще захочешь, приходи! Спасибо, не надо! Можешь, пожалуйста, Зевсу не говорить, что я знал про скрижаль и воскрешение? Не, не могу! Давай! Ну, пожалуйста! А, иди давай! Ура! Наконец-то! Так, ну что, Артемида? Давай что-нибудь сделаем для людей! Опять поиздеваемся над ними? Ты что, если Зевсу знает, он опять нас отправит? Да нет! Сделаем что-нибудь хорошее! Мы же боги! Мы все можем! Давай подарим целый! Континент цветов! И целый месяц урожая! А еще давай подогрейм океан, чтобы люди смогли купаться в нем! Супер! Пойдем быстрее к земному шару, у нас много работы! Ага... А! Барабан! ... ... ... ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok